А для борьбы с новой коронавирусной инфекцией в городе оборудовали дополнительные места в медучреждениях. Теперь пациенты получают лечение от COVID-19 также в обновленном корпусе инфекционной больницы и в госпитале, который развернули в санатории Набережные Челны. Напомню, ранее для лечения коронавируса были оборудованы 2-я горбольница и госпиталь для ветеранов войн. Гаинадин Мухамеддинов заболел 2 мая, а через 8 дней его госпитализировали. Медики подтвердили, у мужчины новая коронавирусная инфекция. Сейчас он получает лечение в госпитале на базе клиники и санатория Набережные Челны. Очень большая температура была, аж 39,7 было. И так было три раза. Только на четвертый раз Гаинадин Мухамеддинов попал в медучреждение. Во временном обсервальтере лечение вместе с ним получают еще 15 человек. Все они сотрудники КАМАЗа. Пациенты получают оксигенотерапию, то есть они дышат кислородом. Все очень нуждаются в поступлении кислорода в виде смеси увлажненной со скоростью 10-12 литров в минуту. Медпомощь пациенты могут получать и в обновленном корпусе инфекционной больницы. Реконструкция блока В1 инфекционной больницы проводилась в сжатые сроки. Строителям дали меньше полугода для того, чтобы завершить капремонт. Теперь в больнице работает еще и инфекционное отделение. На двух его этажах располагаются пульмонологии. Лечение в нем получают также пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19. Также в медучреждение из республики поступили 20 новых аппаратов для искусственной вентиляции легких. Всего их количество в инфекционной больнице достигло 30. Увеличилось и количество коек после капремонта. При необходимости пациентов готовы принять в санатории «Жемчужина». Здесь могут принять более 200 инфицированных. Эльмира Гаинудинова, Радик Ганеев, Чулны, 24.